Добрый день! Вы смотрите Весть Ульяновск. С вами Елена Гончарова. И вначале коротко о главных темах. Экономия или качество? Почему очистные сооружения Ульяновска вынуждены увеличить расход энергии? Что полезно для детей в области и во всем мире? Прошла неделя грудного вскармливания. Зарядка со стражем порядка. Ульяновские полицейские в преддверии Дня физкультурника устроили спортивный праздник. Очищают воду с помощью простейших. В Ульяновске все H2O очищают биоактивным илом. Результат на выходе чистый продукт. Но при этом, заявляют специалисты, приходится затрачивать больше электроэнергии. Почему плата за водоснабжение растет? Этап очистки и поставки воды в дома ульяновцев увидела Элла Шахова. Это живые микроорганизмы, одноклеточные бактерии, которые мы все проходили в школе, изучая биологию. Только тогда нам не рассказывали, что эти крохотные существа каждый день борются с вредными стоками жизнедеятельности человека. Очистные сооружения канализации Левобережья сделаны по классической схеме биологической очистки. Активный ИЛ, где и живут эти бактерии, главный элемент процесса уничтожения загрязнений со всех промышленных и бытовых стоков Ульяновска на левом берегу Волги. Активный ИЛ – это такая сложная экологическая система, в которую входит большое количество и многообразие живых микроорганизмов. И вот они именно перерабатывают и вот те вещества, которые к нам сюда приходят. За счет вот той органики, которая приходит, они питаются, они и живут. Помимо этого им жизненно необходим кислород, нужное количество которого производит воздуходувная станция. Но прежде чем за дело берутся бактерии, стоки Левобережья проходят многоступенчатую систему очистки. Механическая очистка – это чисто, если решетки взять, это крупный механический обвоз. Будет быть палки, волосы. Песколовки – это чисто песок, то есть осаждение песка идет. А биологию уже очищают, это органические средения и все. Азотная группа, но азотная группа – это в общем-то жизнедеятельность человека вся. И плюс очистка от группы металлов, ну это в основном, то есть точка металлов является промпредприятие. За день простейшие перерабатывают здесь до 100 тысяч кубометров сточных вод Левобережья. Работники городского водоканала говорят, что нагрузка на очистных сооружениях за последние годы увеличилась. Но не из-за объемов потребляемой воды, а из-за экономии. Промпредприятие экономит, население экономит. Сток сточных вод, он стал концентрирован. Мы перешли на работу на повышенных дозах ила. То есть, чтобы снять все эти загрязнения, нам приходится ила держать больше и таким образом больше затрачивать кислорода на поддержание его живуточницы. То есть, наши затраты на очистку сточных вод возросли многократно. 80% электроэнергии потребляют именно биологические очистные сооружения. Для любителей арифметики простой пример. Около 24 тысяч киловатт электроэнергии в день здесь уходит на насыщение кислородом ила. А для тех, кто считает, что это расточительство – страшилка. Если очистные остановятся, чего никогда еще не было, случится экологическая катастрофа. Так минимум в двух регионах. В нашем и Самарском, которые находятся вниз по течению. Впрочем, здесь, как и на городском водоканале в целом, умеют экономить. В тарифе в том числе и существует еще и, так сказать, надбавка на модернизацию, которая постоянно используется нашими предприятиями и тем самым снижает себестоимость коммунальных услуг. Если мы говорим в отношении водоканала, то, само собой, мы видим, насколько качественно сейчас работают предприятия, каким образом оно постоянно модернизирует свои производственные объекты. Экология сегодня важна, говорят в мэрии Ульяновска. Город и его инфраструктура развиваются. Строятся новые дома и предприятия. И необходимо успевать за ростом не только потребления питьевой воды, но и качества очистки источных вод. А у городских очистных мощности хватает. Так что и Ульяновск, и Самара могут спать спокойно, уверяют эксперты. Элла Шахова, Герман Баранов, Вести Ульяновск. Просьбы людей услышали. После недавней аварии на пешеходном переходе неподалеку от автовокзала кипят работа. Напомню, 31 июля здесь в ДТП погиб шестилетний ребенок. На стихийном митинге на следующий день после аварии ульяновцы высказали пожелание, чтобы власти сделали этот пешеходный переход более безопасным. Принятые меры обсудили накануне на специальном комитете в администрации Ульяновска. Что мы предприняли? Мы демонтировали три периодных секции трамвайного оброждения путей и перенесли линию пешеходного перехода, более спрямив на существующего с правой стороны. Дополнительно там установили знаки на разделительной полосе пешеходный переход, чтобы с четвертой полосы движения водители тоже понимали и видели этот знак. Сам пешеходный переход также обновили, покрасили бело-желтым цветом. Дополнительно над зеброй установят навесной знак. В связи со строительством неподалеку детского сада рассматривают вопрос об установке светофора на этом переходе. Чтобы обеспечить полную безопасность пешеходам, здесь требуется построить подземный или надземный переход. Но на это в казне нет средств, рассказал Владимир Лемаров. В дальнейшем чиновники пообещали следить за ситуацией на этой трассе. Повторят подвиг Матросова. В регионе ежегодно активисты будут кидаться на дзот. Сотрудник департамента культурного наследия предлагает устраивать реконструкции того самого легендарного боя. Где это будет происходить и многое другое в кратком новостном блице от моих коллег. Помогут сохранить трудовой коллектив. В нынешнем году в Ульяновской области реализуется программа по сохранению стабильности на рынке труда в период экономического кризиса. В ее рамках промышленные предприятия региона получат дополнительную государственную поддержку, направленную на сохранение рабочих коллективов. Рассчитывать на помощь, к слову, могут лишь те компании, которые имеют реальные перспективы стабилизации и дальнейшего экономического развития. Им предоставляют финансовую поддержку на возмещение затрат на заработную плату сотрудникам в размере прожиточного минимума, который установлен в Ульяновской области. Как пояснили в региональном управлении труда и занятости населения, программа также направлена на повышение уровня занятости молодежи и инвалидов. С предприятиями оговорено приоритетное сохранение рабочих мест для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Данные дополнительные меры являются временными. Напомним, что подобная программа поддержки уже работала в Ульяновской области в кризисные 2008 и 2009 годы. Тогда это позволило сохранить трудовые коллективы. Сегодня в Ульяновске пройдет очередной единый день приема граждан в администрации Заволжского района. С 14 до 18 часов горожане смогут задать свои вопросы главе администрации Левобережья, а также руководителям отраслевых подразделений администрации областного центра. Напоминаем, что личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении паспорта. Подробную информацию можно получить в администрации Заволжского района Ульяновска по телефону 73-54-34. В Ульяновской области появится ДЗОД. Его изготовят специально для военно-исторической реконструкции, посвященной подвигу Александра Матросова. Недалеко от села Ивановка Ульяновского района планируется ежегодно в день его подвига проводить военно-историческую реконструкцию. Сотрудники департамента по культурному наследию вместе со специалистами по историческим инсталляциям уже выбрали место, где будет сделан ДЗОД. Изготовить его планируют в течение двух месяцев. Огневую точку сделают в точном соответствии с той, где совершил свой подвиг Александр Матросов в деревне Чернушки Лакнянского района Псковской области. В настоящее время решается вопрос о закреплении земельного участка за Ивановским детским домом, где и будет расположен ДЗОД, сообщил председатель департамента культурного наследия региона Шарпундин Хаутиев. Попасть на страницы истории могут молодые и успешные ульяновцы. До 10 августа у парней и девушек не старше 30 лет есть возможность стать героями золотой книги почета молодежи. Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, эта книга – своеобразная мера поощрения, которая помогает молодежи получить признание в области образования, науки, техники, культуры, искусства и общественной деятельности. Каждый год на страницах появляется не больше 10 новых имен. При этом, чтобы попасть в книгу, нужно собрать пакет документов, анкету, рекомендации и фотографии. Кстати, тем, кто уже попал на золотые страницы почета, выдаются свидетельства и единовременное денежное вознаграждение – 3000 рублей. Подать заявку можно до 10 августа в департамент дополнительного образования и воспитания молодежной политики Министерства образования и науки Ульяновской области. Друзья, гитара и душа сегодня в Ульяновском районе стартует фестиваль авторской песни «Ламы». Организаторы традиционных бардовских встреч для гостей и участников приготовили немало сюрпризов. В программе, как всегда, признанные мастера, открытый микрофон, концерты классики жанра, а также конкурс авторской песни для желающих попеть и пообщаться с единомышленниками. 13-й межрегиональный фестиваль авторской песни «Ламы-2015». В Ульяновской области откроют легендарные барды из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Самарской и Ульяновской областей. Познакомиться и поиграть в шляпу предлагают организаторы социального проекта «Быстрое свидание». Сначала участники общаются между собой. Молодые люди подсаживаются к девушкам. На то, чтобы узнать друг друга, парам отводится 5-7 минут. Затем парни пересаживаются. Во время беседы участники заполняют анкеты, которые затем сдают организаторам. Если симпатии у девушки и парня совпадают, им высылают контакты друг друга. Затем желающие также парами остаются на игру «Шляпа», где нужно объяснить оппоненту незнакомые слова так, чтобы он угадал. За два года существования клуба перезнакомились больше тысячи человек. 8 пар уже узаконили отношения. Следующий вечер знакомств состоится 9 августа в 16.00. Возраст девушек от 20 до 35. Мужчин от 25 до 40 лет. Записаться на свидание можно на сайте Сегодня в Ульяновске, как и во всем мире, завершилась неделя грудного вскармливания. Она стартовала 1 августа и проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения, начиная с 1990 года более чем в 120 странах мира. В Ульяновске в рамках недели прошел ряд лекций, семинаров и заседаний круглых столов для медработников, а также мастер-классов для младых родителей. В больницах работали школы матерей, где женщин обучали правилам грудного вскармливания и демонстрировали тематические видеофильмы. Кроме того, была налажена работа волонтеров, призывающих женщин к тому, чтобы они кормили ребенка грудью. Питание младенцев молоком матери приводит к повышению процента выживания малышей, утверждают медики. Доказано, что грудное вскармливание, особенно детей первых шесть месяцев, очень положительно влияет на дальнейшее развитие ребенка. Это профилактика многих серьезных заболеваний. Пневмония, заболевания нижних дыхательных путей, сахарный диабет. Доказано, что грудное вскармливание очень положительно влияет на развитие будущей мамы. Доказано, что мама менее болеет. Ну и, конечно, неразрывная связь между мамой и ребенком. Сегодня в завершении недели грудного вскармливания с 10 утра до 11.30 на площадке перед крупным торгово-развлекательным центром в Засвияжье прошла работа площадки о здоровье, на которой специалисты рассказали беременным женщинам и младым мамам о принципах грудного вскармливания. И еще немного о здоровье. Зарядка со стражем порядка. Ульяновские полицейские в преддверии Дня физкультурника устроили спортивный праздник для ребят, отдыхающих в санатории Итиль. Мальчишки и девчонки сегодня смогли не только познакомиться с работой полицейских, но и выполнить комплекс упражнений для укрепления здоровья. На спортивной площадке собралось около сотни ребят. Вместе со своими вожатыми и воспитателями они стали участниками общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Стартовала она в регионе в канун Дня физкультурника. Цель – привлечь внимание детей к спорту, объяснить им важность хорошей физической подготовки, рассказать о службе в органах внутренних дел. Наша цель – показать, рассказать детям о том, что сотрудники, будучи, то есть работая в полиции, занимаются не только свои повседневные обязанности, выполняют свои повседневные обязанности, но еще занимаются спортом, причем добиваются высоких результатов. Занятие началось с выставки оружия. Сотрудники ОМОН представили ребятам вооружение, которым оснащены современные спецподразделения. Все желающие могли не только подержать пистолеты и автоматы в руках, но и услышать о них подробный рассказ. Пистолет-пулемет ПП-2000 находится на вооружении в нашем спецподразделении, как и во многих других спецподразделениях. Калибр 9 мм. Дети с удовольствием слушали рассказы сотрудников полиции об их службе, задавали вопросы, а несколько мальчишек пообещали пополнить ряды стражей порядка, когда вырастут. Затем началась спортивная составляющая акции. В гости к ребятам приехали Тамара Евдокимова, чемпионка мира среди полицейских и пожарных по служебному многоборью, и победитель европейских игр полицейских и пожарных, мастер спорта международного класса по плаванию Сергей Прохоров. Правая рука вперед, поехали. Круговое движение. Прямая рука. Прямая. Смотрим на меня. Побыстрее. Идея здорового образа жизни настолько увлекла ребят, что после зарядки с полицейскими они решили продолжить занятия. И начали с освоения комплекса упражнений для сдачи норм ГТО. Вас Салфимова, Мария Пугачева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Научиться петь, рисовать и танцевать теперь можно на одной из главных площадей города. В Ульяновске проходит проект «Территория сотворения» в рамках открытого городского фестиваля «Летний венец». Взрослые и дети отдыхают, играют и активно принимают участие в различных мастер-классах. Приходят у нас как вокалисты, так и педагоги. Это по вокалу, по хореографии. Это преподаватель танцев. У нас здесь представлены педагоги по лепнине из глины. Гончарное, наверное, производство. Потом мастер-классы по визажному виду искусству. В программе участвуют ансамбли народных песен, хореографические коллективы, мастера изобразительного искусства. Преподаватели стремятся не только привлечь детей, но и вызвать у них интерес к творческим занятиям. Детям очень нравится то, что связано с творчеством. С удовольствием подходят, спрашивают. Сами пытаются порисовать иногда. Но в основном, конечно, я рисую. Фестиваль продлится до конца августа. Поучаствовать в мастер-классах, флэш-мобах, сделать аквагримы и испытать силы в гончарном производстве можно каждый четверг и воскресенье на площади Столетия со дня рождения Ленина. Таковы новости к данному часу. Удачного вам дня. Сейчас в Ульяновске 22 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра артутного столба. Относительная влажность воздуха 38 процентов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok